Мы как раз выезжали вперед, как раз уже начинали движение для выезда на улицу Садовую. И нам навстречу как раз вот в лоб двигалась Рено Логом. Дом номер 32 по улице Чехова. Сюда на вызов 30 апреля и приехала неотложка. У пациентки тогда медики констатировали инсульт. Как можно скорее, женщину решено было доставить в первую горбольницу. Там уже ждали специалисты сосудистого центра. Однако на выезде из двора в сторону улицы Садовой на пути скорой стала легковушка. Водитель иномарки молодая автоледи отказалась пропускать неотложку даже после просьбы медиков. Автоледи сказала, что по-человечески вы меня должны пропустить. Я предложила вызвать сотрудников ГАИ, чтобы, может, они помогли как-то разрешить эту ситуацию. На что она ответила, да, вызывайте ГАИ. Закрылась машина и стала ожидать. Мне пришлось постучать, еще раз попросить ее. Выехать в обратную сторону через первый Мичуринский переулок скорая не могла. Это заняло бы много времени, а в ситуации с инсультом каждая секунда дорога. Однако уговоры на автоледи не действовали. Только когда медики стали снимать происходящее на камеру мобильного телефона, водитель Реноса изволила сдать назад. Это заняло 5-7 секунд. Она встала в кармашек. Мы благополучно проехали. Больная быстренько доставлена была в стационар. Ей была оказана также помощь. Жизни женщины сейчас ничего не угрожает. Как без проблем и конфликтов добраться до пациента? С этим вопросом медики скорой помощи сталкиваются каждый день. Хамство на проезжей части стало чуть ли не обыденностью. Не уступать дорогу ни от ложки многие считают своим принципом. Как и закрывать междомовые проезды. Забитые машинами дворы еще одна боль медиков. В одних случаях из-за припаркованных авто не подобраться к подъезду, где живет пациент. В других во двор в принципе не въехать. Мешают шлагбаумы. У нас на данный момент ни от одного шлагбаума в Белгороде ключей нет. Машину приходится бросать возле шлагбаума. До подъезда приходится самостоятельно пешком идти. Больной госпитализируется, если тяжелый на носилках. Или своими путем. Или с помощью людей, прохожих. Пытаемся самостоятельно госпитализировать и донести больного до носилок на скорой помощи, до шлагбаума, где стоит наш автомобиль. Истории с автомобилем Рено медики поделились в одной из групп соцсети ВКонтакте. Сами говорят, не ожидали, что инцидентом заинтересуются в Следственном комитете. Там об этой ситуации узнали по итогам регулярного интернет-мониторинга. Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку. В ходе проверки следствие намерено установить, был ли причинен вред здоровью пациента скорой помощи в результате действий водителя. И дать действиям водителя правовую оценку. В настоящее время устанавливается место происшествия, личность водителя и та бригада, которая на месте происшествия присутствовала. Не исключено, что по результатам проверки действия водителя иномарки могут попасть под статью «Хулиганство». А пока медики призывают водителей быть вежливее на дорогах. Ведь в следующий раз карета скорой помощи может пчаться на вызов к вам или вашим близким. Татьяна Красикова, Александр Подубный. К этому часу. Белгород.